Это колодец на проспекте строителей. Каждая вторая машина, двигаясь по этой полосе, наезжает на него колесами, создавая незатейливое музыкальное сопровождение. И такой мелодией заканчивается каждая незапланированная встреча с люком. Проблемных участков на одном только проспекте строителей несколько. Вот, к примеру, пересечение с улицы Челюскинцев. А это утопающий в луже колодезный люк в районе остановки Циолковского. Главная магистраль города – проспект Ленина. На пересечении с улицы Гоголя крышка люка все глубже и глубже. На дороге образуется очередная яма. Не менее оживленный перекресток Ленина – молодежная. Тут водителям приходится маневрировать, чтобы не попасть в дорожную западню, может влететь в копеечку. Улица Калинина – это дорожное препятствие водители объезжают или пропускают между колесами уже не первый год. Ну, примерно процентов 30-40 из всех колодцев. Ну, они типа утоплены слишком глубоко и желательно обезжать. Сейчас я ехал по Калинина. Ну, да, есть там проблемные места. На Ленина вон там замолодежная, если ехать в нашу сторону, ямка есть такая неприятная, как из средней полосы в крайнюю перестраиваться. Прям колесо оставить можно. Пора делать. Прям очень пора. Люки должны, скажем, выступать или быть углублены не более одного сантиметра от поверхности дороги. Допустим, оседать грунт, допустим, провала, вода в колодце стоит, в результате этого грунт может осесть. И сверху, к тому же, на него еще воздействие от автомобилей, особенно тяжелых. И от этого он может, ну, скажем, отклоняться больше от поверхности дороги. В мэрии пояснили, устранять недостатки на отремонтированных участках должны дорожные организации. Все в рамках гарантийных обязательств, то есть срок, пока не закончится гарантия. Данные недостатки являются незначительным дефектом и подлежат восстановлению в рамках текущего содержания инженерных сетей. Для оценки технического состояния участков дорог необходимо проведение обследования, а также определение собственников инженерных сетей для дальнейшей работы по устранению недостатков. В мэрии также рассказали, в этом году дорожники провели ремонт, изменили положение люков и колодцев на 65 участках, но не все из них сравнялись с полотном. Это легко оценить на глаз без специальных приборов. Некоторые явно отходят от допустимого сантиметра. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова